Даже не искусствоведы точно могут определить, что эти иконы народные. Яркие и самобытные работы украшают цветы, листья и даже фрукты. Такой декор трудно представить на церковных иконах. Ну и неказистая живопись, часто очень неграмотная, неграмотная по композиции, по цвету. Авторами таких работ часто были простые деревенские люди. В этом и есть главная ценность экспонатов, говорит создатель музея, киржаческий меценат Евгений Фёдоров. За год ему удалось собрать уникальную коллекцию. В ней больше 350 работ. Народной иконе не посвящено на сегодняшний день в нашей стране и, соответственно, в мире ничего. Это уникальный музей, где основная экспозиция, как раз это именно народная икона, народное письмо, как вид такой просто простого человеческого искусства. Музей открыли в центре киржача. До революции зданием владел мещанин Яков Смирнов. Члену городской торговой депутации выделили отдельную экспозицию. Восстановили интерьер купеческого дома 19 века. Особый акцент на деталях. Многое нам дарят. Например, шкафы, которые у нас здесь есть. Мы их отреставрировали в наших мастерских. И вот сейчас они послужат нам такую добрую службу. Стали музейными экспонатами. Одна из самых древних реликвий – икона Покрова Божией Матери. Доска датируется 17 веком, а живопись – началом 18-го. Временная разница объяснима. Раньше не знали, как правильно реставрировать икону. Поэтому, если икона начинала трескаться, шелушиться, либо просто темнела от копоти, от гаря, от свечной, чаще всего было принято по старому образу, либо сняв его, либо прямо по нему, написать новый образ. В Киржаче подлинники бережно восстанавливают. Директор и экскурсовод музея Надежда Коллегова работает в традиционной технике. Для реставрации использует смесь сухого пигмента и обычного яичного желтка. Сухорастертый пигмент – это минералы, растительные пигменты. Если минеральные камни, то, как правило, традиционно это толчется сначала в ступе. Надежда – опытный иконописец. Мастерство изучала в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Говорит, работа с ликами святых требует особого настроя. На экскурсии даже приходят посетители, взрослые, дети. Я рассказываю, что еще в 17-м веке, в Московском соборе, были осуждены некоторые иконописцы, для которых данное занятие превратилось именно в ремесло. И именно отношение благоговения к написанию святых ликов, оно просто исчезло у людей. Поэтому я бы очень боялась, чтобы со мной такое случилось. Здесь хранятся богослужебные книги и церковная утварь. Сотрудники мечтают, чтобы новый музей прославил город и стал визитной карточкой не только Киржача, но и всего региона. Екатерина Старикова, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов.